1 миллион 460 тысяч рублей перевела мошенникам Саровчанка на прошлой неделе. И это далеко не предел. Доверчивые граждане ведутся на уловки аферистов, которые, в свою очередь, чаще изобретают новые способы обмана. Кем только они не представляются, чтобы ввести в заблуждение саровчан. Одна из популярных баек злоумышленников – ваш банковский счет в опасности. Сообщают нашим жителям о том, что якобы их счета, которые у них имеются, в микрофинансовых или финансовых учреждениях, в банках, попали под опасность, чтобы пытались с них снять, чтобы их обезопасить, необходимо переложить на безопасные счета. Наши жители верят сказанному и начинают выполнять те действия, которые им говорят звонившие. Никогда сотрудники правоохранительства органов, тем более сотрудники финансовых учреждений, звонить и сообщать о том, какую информацию не будут, тем более переводить куда-то денежные средства. Полицейские напоминают, что никаких безопасных счетов не существует. Если у вас есть какая-либо проблема или сомнение по поводу сохранности денег, всегда можно лично обратиться в отделение банка. Еще одна схема обмана – пожилым гражданам звонят и сообщают, что близкий родственник попал в ДТП. За решение вытекающих вопросов нужно заплатить определенную сумму. Помочь потерпевшему, якобы находится в больнице, либо это дать взятку сотрудникам прохранительских органов. И под этим предлогом к ним приходят люди, забирая денежные средства. Но есть и случаи, когда сами граждане действуют, приходят к банкоматам и переводят денежные средства на счета, указанные гражданам. Таким образом попадают под ловки мошенников. И этого делать не нужно ни в коем случае. Если им приходит сообщение от кого-то о чем-то, необходимо либо связаться с родственником, который, возможно, попал в какую-то ситуацию, либо позвонить 02, и уточнить, имело ли место быть такое происшествие. Набирает обороты развод при игре на биржах ценных бумаг и инвестировании в криптовалюту. Чаще всего саровчан подкупает возможность быстрого заработка. При этом они не проверяют сайты на подлинность, переводят деньги по сомнительным реквизитам. Мошенники под предлогом порядочных бирж делают дубликаты данных и обманывают жителей нашего города, не только нашего города, но и всех в целом жителей России. Суммы там очень крупные, они эвалируются от миллиона и выше. На этой неделе также поступало заявление от гражданки, жительства нашего города Саров, что она стала жертвой данных мошенников. В результате у нее было похищено свыше 1 миллиона рублей. По данному факту было также возбуждено уголовное дело по части 4, сайте 159. Мошенники орудуют и на проверенных сайтах по продаже вещей. Саровчане публикуют там имущество, злоумышленники звонят под предлогом покупки и просят продиктовать данные банковских карт, получая доступ к деньгам жертвы. По итогам первого квартала 2024 года жители нашего города потеряли около 24 миллионов рублей. Сумма говорит сама за себя. Важно помнить, что лучший способ защитить себя от мошенников – это бдительность. Будьте критическими к информации, которую получаете, и не стесняйтесь задавать вопросы. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Продолжение следует... Продолжение следует...